Москва передала Архангельску 30 низкопольных автобусов. Все они с небольшим пробегом, но выглядят как новые. Внутри камеры наблюдения и зарядные станции для гаджетов свой мобильный телефон подзарядил и Виталий Барашков. До Киевского вокзала на этом автобусе уже не доедешь. Теперь его маршрут будет пролегать по Архангельску, как и маршрут еще 29 низкопольных лиазов. Их столицы по морю передала Москва в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Данные автобусы отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. И я бы хотел отметить, что есть на всех 30 автобусах возможность перевозки маломобильных групп населения. В Москве сейчас обновляют автопарки и заменяют автобусы на электробусы. Хотя и эти старичками не назовешь. Все они с 17-18 года выпуска, с небольшим пробегом по столице. Архангельская область стала первым регионом России, которая безвозмездно пополнила свой автопарк автобусами из Москвы. Внутри камеры наблюдения, чтобы вандалы не рисовали на сидениях, система пожаротушения, спутниковая навигация ГЛОНАСС и даже возможность зарядить свой мобильный телефон. И администрация города, и сами архангельные городцы мы будем с нетерпением ждать, когда состоятся конкурсные процедуры, организовываемые правительством Архангельской области. И очень надеемся, что все эти автобусы, все 30 автобусов будут ходить в городе на тех маршрутах, которые у нас существуют, заменяя вот эти сельские пазики. Планируется, что от клейма город Пазиков Архангельск избавится к 2020 году. К этому времени будет наведен порядок в сфере общественного транспорта. Кроме новых автобусов и новые правила работы для водителей и кондукторов, московские ЛИАЗы выйдут на центральные маршруты уже в этом году, ориентировочно в октябре-ноябре, после завершения всех юридических процедур. Виталий Барашков, Ольга Красульна, Регион 29.